Продолжение следует... Кто не в курсе, то эта капля, это настолько крепкая стекляшка, что есть видео там, где она выдерживает попадание пули. Казалось бы, что может быть проще, чем сделать эту каплю? Но, как оказалось, все не так просто. Температура плавления стекла 1500 градусов, то есть его не так-то просто и расплавить. Мы будем его плавить кислородным резаком. Температура его пламени более 3000 градусов. И кажется, вот должна бы получиться эта слеза, но не тут-то было. С обычным стеклом не получилось, попробуем с закаленным стеклом. Но, по крайней мере, уже положительный момент в том, что оно не раскалывается во время разогрева. Но и опять ничего не получилось. Эта капля, как и многие-многие другие до нее, лопнула при попадании в воду. Ну и как позже мы выяснили, благодаря гуглу, что для изготовления слезы принца Руперта пойдет только боросиликатное стекло. Применяется для изготовления лабораторной посуды. Ну и вот они, капельки, наконец-то, получились. Ну что ж, проверим, действительно ли вы такие крепкие, как ходят о вас легенды. И это все. Может, эта капля была с дефектом? Хорошо, что у нас есть еще одна. Применяется для изготовления лабораторной посуды. На замедленной съемке можно, если присмотреться, увидеть, с какой скоростью вибрирует ее хвостик. Более 100 колебаний в секунду. Я думаю, гидравлический пресс заслуживает лайка и того, чтобы вы подписались на этот канал и нажали на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. Пока-пока!